Здравствуйте! Я Садридин Мухеддинов. Сегодня хочу вот записать видео о том, как я начинаю себя пробовать в новой сфере. Я решил заниматься живописью и вот сейчас в интернете изучаю опытных людей, которые занимаются живописью, как рисованием пейзажей, так же и рисованием абстрактных картин. Но мне больше по душе подходит рисование абстрактных картин. Вот если видите, вот эта картинка маленькая в рамке, это моя первая абстрактная картина, нарисованная на бумаге специальной для акварели. Вот такая вот бумага. Я здесь рисую, потом отрываю и укладываю в рамку. В эту рамку она не поместилась, мне пришлось вырезать кусочек, отрезать кусочек, чтобы уложить в рамку. Я послал свою картину своим друзьям, знакомым и получил отзывы от писателя, фантаста, от знаменитого художника, который занимается миниатюрной живописью и витражной живописью. И они меня поддержали добрыми словами, что я могу себя на этой сфере попробовать и возможно у меня будет получаться. Они меня поддержали, за это им большое спасибо. И вот я, воодушевлившись, вот они акварельные краски, я рисовал ими, разбавляя водой. Поэтому мне было очень трудно смешивать цвета. В первый раз это трудно. Я первый рисунок, это у меня второй рисунок, между прочим. Первый рисунок я нарисовал пейзаж. Вот можете посмотреть. Первый рисунок, второй. Они оба первые. Первый рисунок в пейзажной живописи и первый рисунок в абстрактной живописи получилось у меня. И кисточки у меня. Это все и краски, и кисточки от внучки. Внучка, она в школе пользовалась ими, потом мне передала. Я вот этими кисточками пробовал рисовать. Пользовался строительным скотчем, как я посмотрел в интернете, чтобы обрамление делать. Итак, воодушившись, я заказал в Amazon специально набор кистей, которые мне больше понравились. Здесь вот я хочу с вами поделиться, что я собираюсь заниматься живописью серьезно. Вот такой футляр и в футляре вот такой набор кисточек. Губка, она тоже очень нужная вещь. Мастихин. Этим мастихином я буду работать больше всего, я думаю, я так настроен. И вот такие кисточки замечательные. Посмотрите, они вот специально пленкой укрыты. Ну, я их полностью функции ничто не буду рекламировать. Я не занимаюсь рекламой, я это взял для себя, чтобы заниматься серьезным образом. Начать учиться писать картины. И также я заказал краски. Что интересно, я заказал в пятницу. В субботу они пришли. Вот в Amazon я заказывал. Я вам сейчас покажу. Сначала, точнее, с большего. Вот такие краски я купил себе. Двенадцать цветов. Красивая палитра. То есть, красивые цвета, я думаю. И купил большие банки краски. Шесть цветов. Я сейчас вам не называю ни названия, ничего, чтобы не получилось как реглама. Черный. Желтый. Красный. Цвет. Белый. Без этого не бывает. И синий. Голубой. Это у меня пришло все с Amazon. Также я пошел в Home Depot. Посмотрел, какие там есть краски. И там тоже, оказалось, есть краски. Вот взял набор такой. Из двенадцать цветов. Они такие удобненькие. Маленькие. Еще добрал шесть цветов. Чуть-чуть другой компании. Тоже с Home Depot. Вот. Зеленый. Красный. Белый. И, по-моему, черный. Вот. Темно-черный. Взял шесть цветов тоже для другой компании. Они удобны для чего? Когда уже закончишь работу, сверху еще, если нанести надо, небольшие порции краски, то они вот очень удобные. Они открываются и там выдавливаются чуть-чуть. Наверное, я еще не открывал, не смотрел. Я сейчас первый раз все это с вами вместе. И купил вот такие вот губки, разные, с кругляшечками, для нанесения кружочков. Они, думаю, будут удобны. Я их опробую на деле. Заказал еще мольер. Очень французский мольер, который можно устанавливать более прочный, нелегкий такой. Имеется там специальные ячейки, куда можно складывать кисти, краски и отправляться складывается. Но он еще не получил. Я завтра получу, покажу. И еще заказал холсты. Они еще тоже не пришли. Когда придут, я вам покажу. В общем, я, как говорится, серьезно вооружился и собираюсь писать картины. Абстрактные картины. Вот как наподобие этих картин. Может, будет хуже чуть-чуть пока для начала. В дальнейшем, может, намного будет и лучше. Время покажет. А вы мне пожелайте успехов на этом поприще. Следующее видео, конечно, теперь будет видео о том, как я начинаю впервые писать акриловым красным. Если вам мое видео понравилось, вы тоже интересуетесь живописью, то советую тоже начинать. И будем вот так вот вместе продолжая развиваться, развиваться, развиваться. Так что ждите следующего видео. До следующих встреч. С вами был Садринин. Пока-пока. Всего хорошего, друзья мои. Поехали. Продолжение следует...